привет сноубордисты москва-таганская vr фрирайд он же сквот сегодня какой 11 ноября и 10 поправьте меня кто знает как если число 10 я 12 летаю ну короче ноябрь середина ноября когда все сноубордисты тянутся в какие-то холодные места и вот макс тоже тянется заехал к нам в гости за новым ставчиком ну и мы чуть-чуть с ним поснимаем видео расскажет почему и какой ставчик он выбрал на этот сезон в общем смотрите по традиции в ноябре перед шерегеша заезжаю магазин сквот и вот на этот сезон как основную доску я себе решил выбрать вот этот стандо десендер вообще если честно не знал до этого осуществования этого бренда но всегда прикольно пробовать что-то новое до этого я катался на вот этой доске телос lemurian они похожи вообще для меня главные требования моей основной доске чтобы она хорошо плыла не только в своей стойке но и в свече так как я сейчас хочу именно побольше прыгать трюков приземляться в свеч 180 ездить свече может быть даже 540 и паудерных досок очень много но те которые плывут в свече хорошо их на самом деле не так уж и много lemurian эту задачу выполнял отлично он плыл классно в свече хороший щелчок хорошо шикарно держал дугу на трассе мощный кембер у него но мне все равно эта доска чуть не зашла возможно из-за слишком большого кембера надо на ней прям работать много и возможно из-за радиуса бокового выреза и вот эта вот штучка тоже чуть-чуть опасная если есть кусты то есть она иногда не проскальзывает а чуть-чуть цепляет ну вот в этом году буду пробовать стандо descender похожая доска на lemurian тоже кембер рокера так у нее почти полный до кембер вот ближе к носу и хвосту начинается рокер и носик я на самом деле практически не читал описание потому что производители часто пишут неправду лучше посмотреть на доску вживую вот кстати да например в описании доски тела с lemurian написано что кембер у нее меньше чем у станды но если положить ее просто на пол то видно как у lemurian camber прям визуально гораздо больше чем у станды descender хвостик у нее чуть-чуть поуже чем нос но я думаю все равно плыть он будет хорошо по жесткости тоже примерно она такая же как lemurian еще мне нравится что достаточно жесткий нос потому что что-то мне надоели мягкие носы как раз таки о мягких носах у них есть свои приколы я не могу сказать что мягкий нос это плохо или хорошо это просто другое иногда прикольно мягкий иногда прикольно жесткий например у меня есть вот эта доска дюпра диван только в другой расцветки одни из лучших проездов своей жизни кстати сделал именно на этой доске она 158 ростовки и несмотря на это ощущается она примерно как 152 154 потому что вот этот вот нос он очень мягкий во-первых во вторых ну здесь он узенький и грубо говоря вы ощущаете как будто вот как будто доска на самом деле вот так идет обрезана вот эту часть вы вообще практически не ощущаете то есть ощущается как наверно 154 здесь нос мягкий в чем плюс прикольные серфовые ощущения в глубоком снегу он прикольно так приподнимается интересное ощущение но при этом если какой-то серьезный фрирайд большие дропы корка жесткий снег и так далее то при приземлении этот нос слишком прогибается и из-за этого можно не законтролить и упасть особенно если человек с большим весом и не очень контролит пережимает на переднюю ногу то у него нос этот будет слишком прогибаться и возможно он будет падать но ощущение максимально прикольные серфовые так что я бы в арсенале имел и то и другое просто для разных целей супер паудр дни брал бы эту доску в на следующий день после снегопадов или когда хочется попрыгать свитч потому что когда сильный снегопад после него вы там в пире паудр не попрыгаете в свитч так что я самых мощных паудр дней эта доска для остальных основная everyday board будет у меня станда ну все вот эти паудр борды с с ласточкиными хвостами там всяких необычных форм супер широкие это конечно все прикольно интересно пробовать в паудр дни это вообще самый кайф но в арсенале обязательно должна быть классическая доска то есть не супер широкая с нормальным хвостом ну то есть это гораздо более универсально не ну да да как карвить кайфовый на широких досках досках но просто я катаюсь в поляне на крутых уклонах на жестком снегу на слишком широкой доске гораздо меньше контроля на крутых рельефах на разбитом снегу на широкой доске сложнее поэтому я вот решил не брать слишком широкую доску взять доску чтобы у нее был нормальный классических хвост что было в свече обязательно у меня чтобы был кэмбер посередине под креплениями чтобы был хороший щелчок ну вот такие основные требования по идее стран да я кстати думал он называется станда оказывается еще я думал r не читается я понял кстати интересно по поводу дизайна этой доски это вот создатель этого бренда просто тупо с gopro жки с головы какой-то скриншот взял говорит что это его лучший паудр день в жизни и он просто вот скриншот скриншотом сделал дизайн доски ну за счет того что темный цвет наложили выглядит кстати неплохо так и вот что по одежде макс у нас катался в пикчере до несколько сезонов как тебе пикчер нормально заходил обезда да все в принципе нравилось но из-за того что у меня очень много катальных дней то есть больше наверно 120 в сезон у меня конечно вещи рвутся в разы быстрее чем у остальных людей ну да если через железные заборы со штырями прыгать и цепляться куртками дату когда такое 3 соболем утирает плану но не только это особенно вот например шри геши когда катаешься там из-за того что леса гораздо более густые чем например в поляне часто в шри геши приходится просто вот так вот сквозь кусты и ветки пробираться и конечно каждый раз когда ты так делаешь со временем все равно куртки рвутся и мне обычно после полтора месяца ежедневного катания шри геши я почти каждый день на горе в лесах ну конечно куртки коцаются поэтому мне на самом деле жалко брать какую-то дорогую трехслойную хорошую мембрану шри геш вот кстати в геш я поэтому сейчас расскажу почему беру другую куртку да у нас пикчер к сожалению пока не поставляет нам одежду поэтому мы переключились с максом на другой бренд 32 которые в общем то тоже делают неплохие мембраны и неплохие модели вот макс тут через себе чего-то выбрал сейчас расскажет что и почему это штаны у меня для красной поляны модель tm3 насколько я понимаю это топовая модель бренда 32 мембрана 2525 они вот только начали делать ну это их самая высшая лучшая мембрана будем тестить это штаны без подклада трехслойка для поляны штаны с подкладом не подходят потому что в поляне теплый климат если у вас будет что будут штаны с подкладом вам у них скорее всего будет тупо жарко потому что термобелье плюс подклад плюс мембрана в общем часто вентиляция даже не спасает поэтому для поляны я буду использовать штаны без подклада ну и там зависимости от температуры утром смотрю холодно надеваешь термобелье потеплее тепло одеваешь термобелье потоньше я ношу только бипсы это штаны высокие полу комбез потому что во первых почки в тепле во вторых падаешь ничего снег никуда не забивается потому что даже снегозащитные вот эти юбки они не всегда помогают поэтому полу комбез реально тема и рыбаки респектуют но кстати да по поводу утеплителей в одежде обычно вот те показатели мембран которые мы все с вами слышим там 20 15 30 там не знаю 200 это все голая мембрана потому что когда на нее наклеивается ткань это еще минус какой-то процент а если еще есть утеплитель с другой стороны это еще минус процент поэтому чем больше утеплителя в одежде тем меньше именно вот этот показатель который дышит да как как одежда дышит да поэтому макс прав что в теплый влажный климат поляны нужно брать тоненькие куртки а температуру уже регулировать каким-то подкладами до дополнительными слоями до плане курток это еще более важно потому что например бывают теплые мокрые дни в поляне и вы допустим надеваете термобелье и куртку с подкладом и вам из-за подклада даже в одном термобелье уже становится жарко но вы не можете снять куртку потому что вы не останетесь в одном термобелье вы намокнете и вас продует и так далее поэтому для поляна очень важно как и штаны так и куртку использовать без подклада чтобы если что вы могли просто утепляющий слой там синтетическую пуховочку или флирску просто снять положить рюкзак и остаться в вашей куртке без подклада то есть это чисто ветра влагозащита которая практически не утепляет а просто защищает вас от ветра и от влаги и вы можете остаться только в ней и термобелье а если бы был а если в куртке подклад вам уже будет в ней жарко вот так в общем эти штаны у меня будут для поляны основные штаны на сезон для поляны без подклада трехслой как ты узнает трехслойка это вот она прям тонкая ну здесь вы не нащупаете какого-то утеплителя по всем штанам куртка для поляны тоже крем 3 и что очень круто на самом деле эту куртку можно использовать отлично как в поляне так и шерегеше потому что вообще в шерегеше не так важна хорошая мембрана потому что там климат гораздо более сухой ну так во всей сибири там ты не так промокаешь мокрого снега как в поляне но там холодно и я мерзляк я катаюсь куртки с утеплителем поэтому для шерегеше я взял куртку с утеплителем но если у вас нет вариантов и вы не хотите покупать несколько курток и катаетесь в разных регионах вот эта куртка на самом деле как одна универсальная куртка будет офигенно потому что это трехслойка без подклада но здесь фишка в том что подклад это отдельная жилетка которая стягивается в куртку это кстати неожиданный какой-то бонус был потому что что-то я тоже не знал что в этой куртке есть это жилетка и мама макс как раз я заказывал как именно 3 3 слойку а там есть еще и такая штука то есть она вставляется в эту куртку изначально я смотрю я подумал что это не трехслойка обычная какая-то куртка с подкладом то есть визуально она выглядит так но эта жилетка снимается и скорее всего я буду ее использовать чисто как отдельно куртку с подкладом но без подклада кататься в поляне но эту жилетку например просто иметь в рюкзаке чтобы если что вдруг стало холодно просто встегнуть ее в куртку ну в этой куртке можно и в холодных регионах кататься если у вас стегнута жилетка то это будет как теплая куртка с подкладом карман для скипаса в левой руке внутренний карман вот это кстати прикольная американская тема там насколько я понимаю есть такие скипасы которые надо вытаскивать поэтому тут вот в комплекте идет на лише на таком чтобы не потерять хок достает показываешь этот скипас такая штучка а это не для телефона хрень мнение это для скипаса я видел американцы вот так катаюсь сейчас у них вот так мембрана тут тоже 25 25 5 и топовая мембрана бренда 32 на только выпало поэтому ничего пока не сказать не могу снегозащитная юбка если у вас страны не бибы без подклада то снегозащитная юбка обязательно а вот эта куртка у меня будет дальше регеша практически с таким же дизайном но эта куртка с подкладом у нее мембрана чуть похуже чего в принципе а сколько у него мембрана 15 15 но это в принципе для регеша должно хватить и эта куртка стоит вообще всего 25000 то есть если вы не едете теплые регионы типа красной поляны и не скитурите то в принципе для сибири я бы не стал брать ту куртку я бы взял просто вот эту большие карманы так же как на той в принципе они похожи тоже сбоку на левой руке карман для степата внутри карман с этой штукой сбоку такой большой карман на заклепке в принципе сюда маску можно положить снегозащитная юбка на обеих куртках большой капюшон куда спокойно лезет шлем манжеты кстати мне нравится дизайн этих курток мне как так как я катаюсь с группами мне всегда нужно чтобы мои ребята меня видели так как они по мне ориентируются ориентируются я уезжаю вперед они должны меня видеть и если плохая погода туман либо в лесу когда я надеваю куртку неяркую там черную или оливковую я тупо сливаю с лесом и если я останавливаюсь они едут в лесу и тупо не замечает меня и пролетают мимо поэтому приходится надевать яркую куртку чтобы меня было видно тогда сразу же боковым зрением видят яркое пятно в лесу и сразу же едут ко мне кстати да я извиняюсь к максу предложил сразу как сказать более популярную 32 есть такой комплектик коллапса спринг брейком тоже но он такого мышиного серого цвета даже не мышиного а более светлый там прям очень популярная модель там тоже штаны высокие куртка но макс я сразу отмел потому что она ну почти белая то есть шире геши это можно просто прятаться в своей группы да конечно желательно иметь более яркие цвета но при этом я не люблю какие-то там кислотные и так далее мне вот этот дизайн очень нравится он яркий при этом он такой стильный прикольный тай-дай вместе с черным и она не полностью оранжевая вот кусками общем дизайн мне очень нравится и в лесу оранжевый цвет он прям будет выделяться и мне будет хорошо видно штаны черные потому что они совсем сочетаются я смогу поменять куртку и штаны в любом будут нормально подходить в общем вот такие дела теперь вы о максе знаете даже больше чем его девушка потому что она еще не факта нет девушки сноубордистки ваше время пришло ну в общем такие вот у нас новости встречаемся в шире геши в декабре всем пока катайтесь на сноубордах весело